Марина Серова. Свадебный кастинг. Воскресенье началось замечательно. Рано утром меня разбудила какая-то печуга. Она уселась на ветку возле моего дома и самозабвенно выводила свои незатейливые рулады, радуясь приходу нового дня. Я сладко потянулась и подумала, как же здорово, что мы с Иркой встретились. Ирка была моей однокурсницей в юридическом институте и до третьего курса, пока она не взяла из-за рождения ребенка академический отпуск. Мы с ней довольно близко общались, а потом как-то потеряли друг друга из виду. Пару дней назад мы с ней чисто случайно столкнулись в магазине, но поболтать от души у нас не получилось, потому что и она, и я торопились. Вот она и пригласила меня к ним на дачу, где я теперь и пребывала. Она и ее муж Игорь, их сын все лето жил на даче у бабушки, заехали за мной в субботу утром, потому что моя девятка была в ремонте, и привезли в этот рай земной, где воздух, напоенный ароматами цветов, больше напоминал духи. Весь вчерашний день мы с ней купались и загорали, и я, наконец-то, хоть немного почувствовала себя живым человеком, а не машиной по раскрытию преступлений и урегулированию всевозможных конфликтов и прочих неприятностей, которыми так богата наша жизнь. Вечер мы, игнорируя иронические взгляды и ухмылки Игоря, посвятили перемыванию косточек нашим общим знакомым. А еще мы рассказывали друг другу все, что произошло в наших жизнях за то время, что мы не виделись. Узнав, что я не замужем, Ирка возмутилась. «Танька, в твои двадцать семь лет!» «В наши двадцать семь лет», — поправила я ее. «Ну, пусть в наши!» — согласилась она. «Так вот, в этом возрасте уже просто неприлично хотя бы раз не побывать замужем». «Зачем, если меня и так все устраивает?» — отмахнулась я. «Просто тебе еще не встретился достойный человек», — весомо сказала она. Вспоминая сейчас этот разговор, я невольно улыбнулась, и мне на память пришли слова Аркадия Райкина. «Есть люди, к которым очень плохо, когда другому хорошо. Но тут из окна повеяло табачным дымом, и сказочное впечатление от этого утра было испорчено. Я не так давно бросила курить и до сих пор маялась. А что делать? Так резко отказаться от многолетней привычки совсем непросто. Я встала, подошла к окну и выглянула в сад. Это Игорь на столике в саду резал мясо на шашлык, который планировался на ужин, и курил. Тут к нему подошла Ирка с горой нарезанного лука и сказала. «Гоша, у нас кетчупа совсем мало. Позвони Генриху и скажи, чтобы купил по дороге. И еще пусть хлеба захватит». Игорь, не отрываясь от своего занятия, кивнул. А я грустно вздохнула и затысковала, потому что Генрих был компаньоном Игоря по бизнесу. И Ирка мне вчера все уши прожужжала. И умный он, и симпатичный, и состоятельный. А его дура жена его не оценила и ушла. Так что теперь он пребывает в холостом состоянии и является вожделенной добычей для особ женского пола. «Так», — тихонько хмыкнула я, — «намечается сватовство, а это совсем не входит в мои планы. Или его пригласили специально для меня, или меня для него. Но сути дела это не меняет. Надо спасаться». Я представила себе, как мне придется от него отбиваться, и даже вздрогнула. «Но на кое ляд мне муж или даже просто постоянный любовник, если мне и так хорошо?» «Но вот вбить это в голову окружающим у меня пока почему-то не получилось. К тому же, как я поняла, Генрих — заядлый курильщик. А мне теперь такая компания явно противопоказана. Еще не удержусь, чего доброго. Оставалось выбрать подходящий момент и смыться. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь». Я оделась и пошла на кухню, где хлопотала Ирка. Перехватив пару бутербродов и выпив кофе, я присоединилась к ее хлопотам. Помощница из меня, прямо скажем, так себе. Но на подсобных работах и я могу на что-то сгодиться. Покончив с делами, мы пошли на пляж. И я подумала. Хоть искупаюсь напоследок. А то когда еще такой случай представится? «Нарисуется какое-нибудь очередное дело, и я буду загружена с утра до ночи». Бросив полотенце на песок, я вошла в воду и поплыла. А сама тем временем старалась придумать какой-нибудь веский повод, чтобы уехать и не встречаться с Генрихом. Но в голову мне так ничего и не пришло. Немного замерзнув, я вернулась на берег, где загорала Ирка. И начала вытираться, а она, подняв голову, сказала мне. «Тут твой сотовый надрывался». И я на всякий случай ответила. «И кто же это был?» Встрепенулась я и мысленно взмолилась. «Боженька, пошли мне немедленно клиента. Ну что тебе стоит?» «Какой это Савченко, по рекомендации Морозова», лениво ответила она. Он страшно переживал, что не смог с тобой поговорить, и обещал перезвонить. «По рекомендации Морозова?» переспросила я. «Это серьезно». Я взяла телефон и позвонила по последнему оставшемуся в памяти номеру. «Здравствуйте. Я Татьяна Александровна Иванова. Вы мне звонили?» Спросила я, когда в трубке раздался мужской голос. «Да, да, я вам звонил», – торопливо заверил меня мужчина. «Мне вас рекомендовал господин Морозов. Он сказал, что вам можно полностью доверять. У меня возникла довольно серьезная и неприятная проблема, и я очень прошу вас мне помочь». «В чем она заключается?» Спросила я. «Не хотел бы обсуждать это по телефону», – уклончиво ответил он и попросил. «Не могли бы вы сегодня же со мной встретиться? Я понимаю, что у вас выходной, и вы отдыхаете, но я завтра рано утром улетаю в командировку за границу, и хотел бы быть уверен, что в мое отсутствие ситуация еще больше не ухудшится». «Хорошо», – согласилась я. «Когда и где?» «В пять часов вечера в кабинете господина Морозова. Вас устроит?» «Вполне», – согласилась я. «Дело, понимаете ли, очень щекотливое, деликатное очень дело, и я не хотел бы посвящать в него кого-либо из посторонних». «Вы не против?» – объяснил он. «Я там буду», – заверила его я и, отключив телефон, сказала Ирке. «Ну вот и кончился мой отдых. Труба зовет». «Ты что, хочешь уехать?» – воскликнула она и даже села. «Не хочу, но надо». «Причем немедленно», – развела руками я и, подняв полотенце, двинулась в сторону дачи. «Знала бы я, чем это кончится. Ничего бы тебе о звонке не говорила», – ворчала Ирка, спеша за мной. На даче я быстро переоделась, собрала сумку и вышла к хозяевам. «Неужели ты даже моих шашлыков не дождешься?» – укоризненно спросил меня Игорь. «Обещаю, в следующий раз съесть двойную порцию», – отшутилась я. Мягко отклонив их уговоры плюнуть на работу и остаться, я настояла на своем. «Работа есть работа». «Как же ты добираться будешь?» – с жалостью спросила меня Ирка, когда я уже вышла за калитку. «На автобусе», – беспечно ответила я. «По такой жаре!» – воскликнула она. «А что делать?» – вздохнула я. «Жалко-то как!» – грустно вздохнула она. «Увы, нелегок хлеб частного детектива. Клиенты для меня – это святое!» – развела руками я. И, поблагодарив подругу за гостеприимство, пошла по тропинке в сторону остановки. «Как, кстати, подвернулся этот клиент со своим звонком!» – думала я, медленно бредя между дачными заборами. «Торопиться мне было незачем, потому что срочность я придумала исключительно для того, чтобы сбежать. Судя по тому, что Савченко настаивал на встрече именно сегодня, перед его отъездом, речь, скорее всего, пойдет о слежке в его отсутствии за его женой или что-то в этом духе. Не люблю я такие дела. Но, как правило, за них хорошо платят. Так что приходится мириться. «Ничего, машину из ремонта я завтра заберу и буду во всеоружии. К тому же, простоев в своей работе, я не люблю еще больше». Размышляя вот так, я шла себе и шла, когда вдруг услышала раздающиеся из-за забора одной из дач детские голоса. «Боцман? Ну, боцман!» «Ну, пафли и гладь!» – уговаривал какой-то мальчик. «Пафли, Пафауста!» – вторила ему девочка. «Ну, пафли и втоли!» – поддержала ее еще одна. Заинтересовавшись, я остановилась около сделанного из сетки рабицы забора, нашла в растущих вдоль него со стороны дачи кустах сирени довольно приличных размеров просвет, и, заглянув на участок, увидела сидевшего на скамье под деревом мужчину с газетой в руках, у ног которого лежала большая немецкая овчарка. Стоявшие неподалеку дети с первого же взгляда было ясно, что они тройняшки. Продолжали уговаривать собаку поиграть с ними, а та хоть и косилась в их сторону и поводила ушами, но с места не двигалась. «Что, бацманюга?» – рассмеялся мужчина, взглянув на собаку. «Замучили тебя эти разбойники!» Овчарка на это только вздохнула, и тогда он повернулся к детям. «Что же вы все его одного тискаете? Идите вон с пиратом играйте!» И, показав в сторону большого двухэтажного дома, позвал. «Пират!» Взглянув туда, я увидела большого пушистого черно-белого кота, который, важно, сидел на навесе над крыльцом, и отрешенно смотрел вдаль. Видимо, дети и его не обошли своим вниманием, и теперь он спасался от них там. Услышав, что его зовут, он медленно повернулся, и оказалось, что правая часть его морды была белой, а левая – черной. Это несколько напоминало повязку одноглазого пирата, что, видимо, послужило поводом для такой клички. Кот равнодушно посмотрел вниз, а потом невозмутимо отвернулся. «Он тоже не хочет!» – сказал мальчик. «А еще он залапается!» – пожаловалась одна из девочек и продемонстрировала свою ручку. «И кусается!» – добавила вторая. «Вот!» – и показала пальчик. Мужчина засмеялся и позвал. «Бабка! Мои резервы исчерпаны! Теперь твоя очередь!» На его зов откуда-то из глубины сада вышла пожилая женщина и укоризненно произнесла. «Дед, ну ты бы им что-нибудь рассказал!» «Больно им интересно мои истории слушать!» – отмахнулся он. «Да и рано им еще!» «Ну, сказку почитал бы, а то у меня варенье пригорит!» Не унималась она. «А пенки у Фи есть?» – тут же спросил мальчик. «Есть, Васенька!» – улыбнулась она. «А почему не даешь?» – обиженно протянул он и тут же начал командовать. «Мафа, иди за книвкой!» «Ты, Таня, клауль деда!» «А то он опять наличку сбифит!» «А я пока блюдца принесу!» Одна из девочек тут же побежала в дом, вторая уселась рядом с мужчиной и прижалась к нему, а он ласково ее обнял. А мальчик отправился за любимым лакомством. Скоро вся компания собралась вместе. Дети активно заработали ложками, а мужчина открыл книжку и начал читать. «В некотором царстве, в некотором государстве». А я стояла за забором, слушала его, смотрела на детей и вспоминала одно из самых первых своих дел. С чего же все тогда началось? А началось все со звонка моего друга Владимира Сергеевича Кирьянова, который в те времена еще не был подполковником милиции, а был... Впрочем, его звание к тому делу никакого отношения не имеет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok